Девушки отдыхают Сразу хочу сказать, что в русском языке при склонении существительного лось всегда ударение ставится на первый слог. Это на всякий случай, просто для наших слушателей, которые вдруг будут говорить, что на второй. Нет, только на первый. Во множественном числе слово «лоси» начинает склоняться так, что во множественном числе это ударение будет на последнем слоге. Но поскольку мы говорим об одном лосе, то только на первый. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть, слышать. И с нами на связи Сергей Марков. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Тоже вам большие приветы. И также мы сейчас представим вам Дмитрия Морозова. Это социал-демократ, политик. Дмитрий, здравствуйте. 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 Все гости в сборе. Я пока не задаю гостям, видите, как я с ударениями уже лихо обращаюсь. Я пока не задаю гостям ни одного вопроса, потому что сначала мы посмотрим сюжет о том, что же произошло с депутатом Рашкиным, вплоть до его сегодняшнего признания, комиссара полиции, прокурора республики. Посмотрим сюжет и начнем обсуждение. 29 октября депутата КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области. В багажнике его машины, оформленной на местное отделение партии, были фрагменты души лося, топор и два кровавольных ножа. При этом в регионе охота запрещена. Рашкин заверил, что они с товарищем нашли уже убитого лося, после чего решили его разделать. По данным МВД, предположительно, Рашкин находился за рулем в нетрезвом состоянии. От прохождения медосвидетельствования он отказался, опасаясь фальсификации результатов. По его словам, алкоголем пахло от друга, находящегося в машине. Сам же он пил чай. В тот же день депутат рассказал телеканалу РТВА и свою версию событий. Походил по лесу, я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая этими самыми лампочками. Я подошел к этому месту и там обнаружил лося, разделанного лося. Ну, практически разделанного лося. Я вернулся к ребятам, значит, вот одного друга растормошил, вот они там хорошо чай попили, растормошил и, значит, сказал, говорю, давайте мы его возьмем и отвезем в полицию. Ну, что и, собственно говоря, сделали. Загрузили его в багажник, чуть-чуть отъехали. Ну, и здесь целая орда ФСБшников, полиции, значит, этих самых, природа охранная, так и все остальное. Оружия не было. Была чистая машина, так сказать, в которой был я и вот мой друг-товарищ. Сейчас они все переворачиваются сверху, с ног на голову, якобы там, значит, мы убили этого, ну, я, в смысле, убил этого лося. На Рашкина завели уголовное дело и передали в Центральный следственный комитет. В тот же вечер в пресс-службе областного МВД сообщили, что недалеко от места разделки туши лося нашли два чехла от охотничьих ружей. В одном из них был охотничий карабин с прицелом ночного видения, во втором – тренога и патроны. Кроме того, в чехлах найдены разрешения на оружие и охотничий билет, оформленные на имя Рашкина. 8 ноября Рашкин написал письмо руководителю СК Бастрыкину, в котором выразил готовность вместе с адвокатом явиться к следователю для дачи необходимых объяснений. На следующий день СМИ сообщили, что коммунист прошел проверку на детекторе лжи, который показал, что он не врет. 17 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ближайшее время по просьбе Генпрокуратуры будет рассмотрен вопрос о лишении коммуниста парламентской неприкосновенности. 18 ноября Рашкин признался в убийстве лося. По словам депутата, друзья заверили его в наличии разрешения на охоту. Он записал видеообращение, в котором рассказал подробности произошедшего. Увидел в бинокле силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне полубоком посреди кочек с опущенной в высокую траву головой по направлению от меня в сторону противоположной опушки леса. Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и смотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу и подошел к месту падения животного. Дойдя до места, я обнаружил на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося. Я вернулся к машине, убрал в чехол карабина треногу и поехал к убитому лосю. В машине были ножи и топор, ящик и кастрюля, которые были приготовлены для использования на рыбалке и охоте. Какое-то время ушло на разделку туши на месте. Вот он разделал этого лося и поехал, как он теперь рассказывает, он поехал в домик своих друзей, которые уже глухо спали. Потому что, как он говорит, они, в отличие от него, все-таки выпивали. Люди выпьют и хотят поспать. Это же был вечер поздний. Одного из них он взял с собой, все-таки растормошил, взял с собой на упаковку лося в багажник. Приехали они на это место. И тут появляются машины с мигалками, толпа, журналисты, какая-то съемка, какие-то люди в форме. И начинают их терроризировать, задавать вопросы и предъявлять всякого рода обвинения. Вот я начну гостей как раз об этом спрашивать. У вас есть ощущение того, что это было некое действие, поставленное специально для того, чтобы, ну, я не хочу сказать замочить депутата, но чтобы подорвать его репутацию? Аббас, вот вам слово первому. Ну, учитывая контекст, учитывая то, что Рашкин является лидером радикального крыла в КПРФ, да, то есть лидером вот тех людей, которые сдвигают компартию в направлении все большей оппозиционности, что Рашкин человек, который организует протесты по итогам думских выборов, что Рашкин это, по сути, единственный из коммунистов, кто считает нормальным взаимодействовать с Навальным и с несистемной оппозицией. Вот учитывая и зная, как в целом власть Кремля относится к оппозиционерам, ну, конечно, я совершенно не могу исключать того, что, значит, значительный элемент режиссуры во всем этом присутствует. Полностью, конечно, вину с Рашкина снимать тоже нельзя, то есть очевидно, что он охотился и очевидно, что он нарушил закон. Ну, например, знал ли он о том, что он нарушает закон или нет, ну, вот стопроцентной уверенности у меня нет. То есть я совершенно не исключаю, что организатор охоты действительно ему сказал, что с документами все в порядке, ну, Рашкин ему поверил, возможно, они не первый раз охотятся, да. Но при этом я совершенно не исключаю, что с этим человеком предварительно власти, так сказать, поработали, да, и объяснили, что надо говорить депутату, да, соврать насчет документов, так сказать, да. Да, но тоже исключать нельзя, то есть, понимаете, морально-этический облик властей и наших правоохранителей, скандал во ФСИН, только что, который вот развернулся, да, тому подтверждением, но их морально-этический облик не вызывает сомнений в том, что они способны и не на такие вещи, да. Это не только моя точка зрения, в конце концов, речь идет об общественности, да. Недалеко месяц назад Левада-центр померил доверие к общественным институтам, так вот, суд и прокуратура, например, им доверяют 28% населения, то есть три четверти населения страны отказались сказать, что они доверяют правоохранительной системе, вот. Поэтому, вот, я говорю, принципиально важная задача сейчас разобраться в том, вот, степень вины, кого какая. То есть, очевидно, что Рашкин виноват, да, вопрос в том, насколько он виноват, да, ну и, конечно, хорошо бы попытаться понять, насколько, каков здесь элемент режиссуры во всем этом. Спасибо, Аббас. Конечно, это очень действительно интересно, каков этот элемент. Я просто хочу сказать, что, ну, вообще-то, люди, которые охотой не занимаются, я в том числе, мы, наверное, не знаем каких-то нюансов, но поэтому пришлось в интернет посмотреть. Начнем с того, что лось, вообще-то, это, казалось бы, животное, которого очень жалко. И, например, в Украине запрещена была в какое-то время охота на лосей, сейчас не знаю, была запрещена по требованию экологов, потом ее снова разрешали, потом снова запретили. В России охота на лосей разрешена. Но для того, чтобы охотиться на лося, нужно заплатить государственную пошлину. Вот я для себя выписала 650 рублей. Также нужно заплатить специальный сбор за пользование объектами животного мира. Он уже составляет 1500 рублей, он составляет. И общая стоимость лицензии, если вы хотите поохотиться на лося, вы должны заплатить 2150 рублей. Вы должны это заплатить в индивидуальном порядке. И также вы должны получить билет охотника, в который будет внесена ваша фамилия, имя, отчество. Валерий Рашкин принял кабана за лося. Но и за кабана нужно, вообще-то, платить. Принцип там тот же. И лось, и кабан, вы должны покупать лицензию, вы должны за нее платить. И ущерб, который вы наносите, если вы его, это животное, отстреливаете без лицензии, он тоже оценивается немножко по-разному, но он все равно большой. То есть даже если Валерий Рашкин принял кабанчика за лося, он все равно должен был получить лицензию на это, он должен был быть снабжен охотничьим билетом, и он должен заплатить ущерб в любом случае, если у него этих документов не было. И я передаю слово Сергею Маркову. Сергей, вам кажется, существует здесь элемент подставы, сценария во всем, во всей этой истории? Вина Рашкина, значит, двойная. Значит, первая, ну, тройная даже, значит. Первая, он, судя по всему, нарушил там законы все вот какие-то, да, значит, и вот теперь вот это уголовное дело. А вторая вина его, что вообще он увлекается охотой. Это чудовищно. Значит, человек современный, чтобы удовлетворить потребности в мясе, вполне может есть мясо специально выращенное для этой цели на фермах животных. А для там своей прихоти убивать живые существа, которые вот жили, их тоже родила вот какая-то там мама лосиха, так сказать, да. Значит, вот они жили как-то там с шавалю, лесу, там, что-то сказать, да. И вот приходит этот варвар Рашкин, как и другие губернаторы тоже варвары, значит, и стреляет это живое существо, чтобы ему захотелось как-то побаловать свои вкусы там и так далее. Это чудовищно. Я бы, честно говоря, охоту такого типа развлекательного всю запретил, без сомнения. Значит, и строжайшим образом наказывал тех, кто нарушает этого. И третья вина Рашкина в том, что он заключил союз с Навальным. Навальный хорошо известен иностранный агент, действующий в интересах враждебных России государственных структур. И вот попытался раскачивать в Москве ситуацию, попытался прорваться вот к такому радикальному ректорату, готовому согласиться с тем, что Россия должна быть подчинена. И в России согласна с тем, что может произойти такая же ситуация, как государственный пиарот в Украине, восстановление власти террористической хунты. Значит, вот тройная, так сказать, его вина. Вот по всем этим винам. И я еще добавил вот четвертое. Он, так сказать, там немножко чуть-чуть взорвался, мне кажется. И не увидел, что в его окружении есть люди, которые его на самом деле не очень любят. Я так полагаю, что его приятели специально ему вызвали его на охоту, специально подставили его, организовали эту ситуацию и заранее сдали всю эту информацию. А в целом эта борьба, мне кажется, ведется за то, кто будет поздравлять следующее поколение руководителей Компартии Российской Федерации. Сергей, я все-таки уточню. Значит, его подставили, его заманили, ему сказали, что есть разрешение. Хотя, ну, если он хоть немножко понимает правила охоты, он сам должен был заниматься этим разрешением, получать сам на себя лицензию. И, ну, может быть, они на него, конечно, и получили эту лицензию, потому что иногда их не выдают, потому что это дефицит бывает этих лицензий. Но тогда охотник может купить в этих угодьях лицензию уже гораздо дороже, но они должны были ему, может быть, ее показать. Но они не показали эту лицензию, обманули. Но вы считаете, что его обманули и заманили не потому, что их об этом власти попросили, чтобы расправиться с Рашкиным неугодным, а потому что у них идет внутренняя борьба за власть, и замочить его понадобилось. Извините, что я это слово все время употребляю, но оно как-то вот точно, конечно, в кавычках, самим коммунистам. Правильно я вас понимаю? Я предлагаю вместо слова замочить, который имеет криминальный отец. Ну да, 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 плохое слово. Подставить. Дискредитирую. Да, подставить, совершенно верно. Вот правильно вы меня поправили. Я полагаю, что, во-первых, как это происходит, да? Значит, он обалорзел уже, так сказать, Рашкин. Ну, как он там живет, он этим депутатом, он уже жизни, так сказать, реально зачастую не видит, да? Это же происходит для большинства сенаторов, конгрессменов американских, они там вообще, так сказать, уже от жизни совершенно оторвались, потому что у них степень, так сказать, и у британских, так сказать, парламентарных, у них степень того, что вот они там целыми десятилетиями сенаторов и конгрессменов, значительно даже больше, чем у нас. У нас, кстати, в России больше всего обновление происходит, а позиции меньше. Парадокс такой. Хотя, понятно, что от партии власти они такие полудепутаты, скорее. Значит, вот то есть он оторвался, но, говорю, как это происходит в реальности? Приглашает друзья, как такого большого босса, который может пролоббировать, что-то такое. Они знают, что это лицензия на него, но они все оформляют на себя, там же в лесу никто не считает, кто конкретно сказал. Они все от него на скатерти с голубой каемочкой, так сказать, все это сделали, и только воспользовались, так сказать, мы хотим с тобой дружить. Я думаю, что вот такие вещи произошли. Что касается вот такой борьбы, я думаю, что это не подружки его подставили, а подставили конкретно по взаимодействиям с тем, кто хочет его устранить. И Афонина хотят поставить не просто какие-то внутренние силы внутри КПР, а хотят поставить внешние силы, которые хотят, чтобы компартия Российской Федерации была более ручной. А более ручной для кого? Внешние силы это кто? Это партия власти, это власть, которая хочет, чтобы компартия была более ручной с Афонином, правильно? Вот это внешняя сила? Внешняя внутренняя сила? Конечно, партия власти, и партия власти у нас называется не Единая Россия, а называется администрация президента России. Да, понятно. Они несут ответственность за политическую стабильность в стране. И еще раз говорю, любой, каждый первый замглавой администрации, который приходит, он первое, что собирается делать, поставит более-менее под контроль компартию Российской Федерации. И вот начинает все это делать, и ни у кого не получилось. Они все очень сильные были. И Сурков, и Володин, все очень сильные. Но все побломались на Геннадия Андреевича Зюганова и на КПРФ. Там сложный механизм, хотите, я объясню, почему они побломались. Но суть в том, что есть факт. Вот новый замглавой. Сначала у них ничего не получилось. Сейчас вот на примере новых людей видно, что создала такая партия киборг, партия фантом, партия, так сказать, голограмма. А вот по такому же пути партия киборги хотят сделать и из остальных. Это будет главное содержание политической работы на следующие пару лет. Да. Все, Сергей, теперь я уже вас хорошо поняла, что да, вы тоже соглашаетесь, что подставили, и тоже соглашаетесь, что власть. Но в своих интересах для того, чтобы там не был непредсказуемый во главе этой партии человек, а был человек более предсказуемый, такой, как Афонин. Я вообще-то предлагаю перед тем, как я хочу дать слово уже Дмитрию Морозову, но перед этим давайте мы послушаем несколько высказываний Валерия Рашкина, чтобы вообще понимать, откуда возник разговор о подставе, что это за человек. Просто несколько высказываний. Российская власть перед выборами старалась зачистить оппозиционное поле. Помимо репрессивного законотворчества от Единой России, властям в деле уничтожения оппозиции помогла эпидемия коронавируса. Под шумок граждане России были поражены во всех политических правах. Сейчас даже в одиночный пикет встать не получится. Так как даже его власть считает массовым мероприятием. Это одиночный пикет. Я, Рашкин, созрел к тому, чтобы выразить недоверие господину Путину в качестве президента Российской Федерации, потому что он не обеспечил честных, прозрачных выборов. Я не могу утверждать, кому принадлежит этот дворец. Это должны утверждать прокуратура и суд на основании имеющихся у них доказательств. Но я утверждаю и буду утверждать, что именно господин Путин создал такую систему власти, при которой постройка этого сооружения стала возможной. В нашей стране нет справедливого суда. Это факт. Доля оправдательных приговоров в судопроизводстве не превышает 1%. Для понимания, такого нет нигде в мире. Вот исходя из этих цифр, получаем, что в России либо идеальное следствие, либо суды, аффилированные силовиками, просто штампуют судебное решение в пользу обвинения. Ну, понятно все. С Рашкиным понятна его система взглядов, более-менее понятна. И понятно, откуда возникает история с этой версией, с подставой. Дмитрий Морозов, пожалуйста, вам слово. Насколько вам кажется, вот можно ли вообще измерить степень, чьей вины здесь больше во всей этой истории, самого Рашкина? Или тех, кто его заманил, подставил, наобещал, что есть лицензия? Хоть, дорогой друг, сколько хочешь, стреляй. Вот, да, спасибо. В этом плане, мне кажется, очень важно понимать, что, во-первых, конкретно нас в этой ситуации, тех, кто мог бы об этом что-то сказать, не было. И единственные два источника информации, по которым мы можем делать какие-то выводы о том, что произошло, это, во-первых, сам депутат Рашкин, и, во-вторых, это полиция. И в этом плане второму органу у меня доверия нет вообще, абсолютно. Я не пытаюсь этим оправдать Рашкину или сказать, что этого убийства не было, он подставлен, его сейчас держат в заложниках. Нет, этого пока что выяснить просто не получится по одной простой причине. У нас есть факт, наши правоохранительные органы имеют такую проблемку в своей предвзятости. И мы знаем такие случаи, как дело с Иваном Голуновым, когда человеку конкретно подложили наркотики, чтобы его как-то вывести из журналистской деятельности. Мы знаем подобные случаи, например, с делом сети, когда для того, чтобы местным ФСБшникам посадить молодых ребят-антифашистов, надо было еще дописывать какие-то безумные вещи к их делу. Об убийстве, о каких-то найденных трупах, о каких-то ужасных вещах. И вся общественность понимает, что это раздуто следствием. Но ничего с этим делать не получается. Потому что, как первый спикер говорил, абсолютно верно. Доверия к институтам судов и полиции у нас нет. Но и выбора чего-то альтернативного у нас нет тоже, соответственно. Поэтому в этом вопросе еще важен второй момент относительно самого Рашкина. Сейчас мы посмотрели видео о том, кто он и чем он занимает, и какую позицию он имеет. Но очень важна его роль. Потому что, смотрите, после зимних протестов, которые были в январе и феврале, инициированные Алексеем Навальным, оппозицию, можно сказать, разгромили. И сам Алексей сел в тюрьму, и лидеры штабов Навального попали под репрессии, их признали экстремистами. И, соответственно, все структуры, которые формировались вокруг них, которые выбрали штабы Навального как главный источник оппозиционной борьбы, и вот их тоже по цеху разгромили. И мы получаем, что у нас выборы в Государственную Думу, налаженные системы, ну, плюс-минус налаженные системы для того, как можно оппозиции вместе выбивать единороссов с мандатов. Это, например, система умного голосования или голосование за КПРФ по партийным спискам и так далее. Подобные практики, соответственно. И в Москве, конкретно в Москве, многих, очень многих из действительно оппозиционных и сильных кандидатов, таких как, например, Михаил Лобанов, участником штаба которого я являлся во время выборов, ну, и до сих пор являюсь. Валерий Рашкин поддержал. Или, например, депутатку на до-выборы в Мосгурдуму по Ломоносовскому округу Дарью Багину. Молодая девушка, да, искренняя, не боящаяся каких-то оппозиционных высказываний, делающая действительно реальную политику. Вот. Стал ее, как бы, предвыборный, ее политический ход, как участие в Мосгурдуме, мне кажется, вот во многом стал благодаря деятельности Рашкина. И у нас после выборов, когда фактически во всей Москве, да, ну, как и в России, но в основном в Москве, украли победу у большинства оппозиционных кандидатов, которые реально победили, как, например, вот Михаил Лобанов, да, вот, когда у них украли, по сути, голоса, Валерий Рашкин стал единственным, кто был способен мобилизовывать людей на протест. Он первым сразу позвал людей на улицы. Он первым, он, точнее, единственный, кто был способен объединить вокруг себя всех, у кого украли победу, да, в том числе и Михаила Лобанова, и других депутатов в Государственную Думу. Вот, в этом смысле. И власть депутата «Единой России», которым очень важно сохранить свои мандаты, понимая, кто все еще сопротивляется, кто все еще приносит угрозу какими-то организованными и коллективными действиями, того она и старается уничтожить. Потому что власть понимает, что именно организованная оппозиция, организованный протест — это угроза для их режима. И, исходя из всего этого, да, понимая, что полиция может что-то подсовать, кого-то взять в заложники, исковеркать факты — это раз. Во-вторых, в том, что она ангажированная, да, она предвзята в этом смысле, что конкретно разница между единороссовскими депутатами и оппозиционными в том, что единороссовских депутатов она защищает и покрывает, да, в их преступлениях, которые они совершают регулярно, да, как депутат Слуцкий, который все еще депутат, но приставал к молодым журналистам, да, например. Или как инициативы партии «Единая Россия», которые на Урале хотят построить трассу через заповедник с косулями. Вот это реально уничтожение, да, массовое вымирающего вида. И это все руками единороссов. И власть, и полиция, администрации городов, как бы вся вот эта правоохранительная система и суды защищают единороссов. И, с другой стороны, у нас есть вот оппозиционные депутаты. Их не то, что эта система не защищает, она пытается забрать у них, как бы их иммунитет, грубо говоря, перед подобными репрессиями. Рашкина нужно критиковать как человека, и, соответственно, по закону он должен ответить как человека, как гражданин. Но те репрессии, что идут в его адрес, как политика, да, как, например, попытка лишить его неприкосновенности, да, или депутатского кресла, вот это мы должны отсекать. В этом плане мы должны Рашкина защищать. Но убийство лося, конечно, мы должны пресекать на корню. Это плохо, ужасно и бесчеловечно. Спасибо. Конечно, сейчас я спрошу гостей, какими они видят прогнозы лишения его неприкосновенности, потому что ровно вчера генпрокуратура подала этот запрос в Государственную Думу. Но я все-таки хочу еще раз какие-то точки над «ы» расставить в этой истории, как я ее вижу уже теперь со слов депутата Рашкина, который ее рассказывает уже как бы честно, потому что он ерунду, конечно, молол полную поначалу. И сам он это объясняет шоком и страхом, в общем, подставить и себя, и людей своими словами. И история-то выглядит так, что депутат Рашкин по приглашению двоих друзей, он их называет по фамилиям, два друга пригласили его на охоту в Саратовскую область, объяснив ему, что все разрешения для него, видимо, личные, потому что должны быть там личные карточки этих самых охотников у них имеются. Он это не проверил. Вечером они сели поужинать. Эти двое пили, он не грамм, он говорит, что он не пьет вообще. После чего они заснули, а он сел за руль и поехал охотиться вечером, поздно, уже в темноте. Соответственно, он не рассмотрел, что там лось, а на самом деле там был кабан. Это не играет здесь никакой роли. Я хочу подчеркнуть, что вообще-то охота в Российской Федерации не запрещена. Охотиться на лосей с 31 октября по конец декабря не запрещено, или там даже с 1 сентября, по-моему, по конец декабря не запрещено. На кабанов тоже не запрещено охотиться. Нам можем, ну вот, уважаемые гости, нам может не нравиться то, что он охотится, в принципе. Мы никто, не охотники, нам это не нравится. Но это не запрещено. Он не нарушал закон самим фактом охоты. Он нарушил закон, что у него не было разрешения на эту охоту. Что происходит дальше? Вот дальше происходит то, что можно считать подставой. Потому что если эти люди заманивали его, заведомо зная, что разрешения для него нет, они поджидали, когда он все-таки начнет охотиться, когда он начнет убивать, этих самых животных без разрешения. И когда он приехал за этими друзьями, чтобы они помогли ему загрузить в багажник разделанную тушу, с ним поехал только один. А второй, думаю, что проснувшись, скорее всего, позвонил. То есть это можно только догадываться, если мы принимаем эту версию за основу, что его подставляли. Он позвонил в ФСБ, там в спецслужбы, в полицию и сказал, все, клиент готов, выезжайте. И примерно назвал направление, куда нужно ехать. Вот так видится эта история по мотивам его рассказа. Но еще раз я хочу сказать, что сам по себе факт охоты на лосей, на кабанов, на кого угодно там в этих угодьях, он не является криминальным. И теперь я, конечно, вот перейду к этому вопросу, который нас интересует, всех, кто наблюдал за деятельностью Рашкина, как поведет себя коммунистическая партия, как поведет себя Государственная Дума сейчас, когда прокуратура потребовала лишить его мандата. Вот, пожалуйста, Аббас, вам слово. Ну, я думаю, что, конечно, Кремль Рашкина из своих цепких объятий уже не выпустит. Он уже его крепко схватил за горло. И никаких оснований сомневаться в том, что он его додавит, нет. Смотрите, вот какой аспект я хотел бы сейчас затронуть, чтобы было четкое понимание, что речь все-таки идет о политике, о политических мотивах. Рашкин заявил, что он, еще несколько дней назад, что он готов дать показания следствию. Он, значит, об этом, он сказал сегодня об этом сам, да, и об этом вчера говорил Юшенко, пресс-секретарь КПРФ. Они говорили, что он обратился к правоохранительным, к прокуратуру, следственный комитет, со словами, так сказать, ребята, я готов, допросите меня, да. Они его не допросили. Что они сделали? Они обратились в Государственную Думу с просьбой снять с него неприкосновенность. Неприкосновенность надо снимать с депутата в том случае, если он отказывается сотрудничать со следствием, ну и есть улики, позволяющие предположить, что он все-таки виноват. Вот тогда следствие, прокуратура, приходит в Госдуму и говорит, слушайте, ну мы хотим его допросить, он отказывается, поэтому ссылается на свой, вот этот, значит, иммунитет, поэтому давайте вот его, этого иммунитета лишим, потому что для нас это важно. Ну они там представляют депутатам, так сказать, свою фактуру, те смотрят и говорят, окей, действительно фактура есть, действительно есть основания его подозревать, раз он не хочет с вами сотрудничать, давайте мы снимаем с него иммунитет, пожалуйста, допрашивайте его как обычного гражданина. Вот как это работает. Но в ситуации, когда депутат не отказывается сотрудничать со следствием, готов дать показания, готов участвовать, не знаю, там, в очных ставках, но в этой ситуации снимать с него иммунитет незачем, да, но следствие не интересуется показаниями Рашкина, оно интересуется тем, чтобы снять с него вот эту депутатскую неприкосновенность, то есть предпринять откровенно политический шаг, снятие с депутата иммунитета это уже политика. Правовая составляющая показаний Рашкина следствие не интересует, а вот политическая составляющая лишения его иммунитета следствие интересует. Вот это, собственно говоря, вот зная этот нюанс, можно вообще не сомневаться в том, что это политика, что за этим стоит политический интерес Кремля. Ну и зная это, тогда уже нет никаких оснований сомневаться, что имея полный контроль над Государственной Думой, Кремль, конечно, додавит Рашкина, его иммунитета лишат, ну и он пойдет вот по этому делу обвиняемым. То есть ваш прогноз иммунитета лишат. И я хочу задать тот же вопрос Сергею Маркову. Сергей, как вы считаете, как пойдут дальше события? Считаете ли вы, что его лишат иммунитета, что это просто, это уже вопрос техники? Ну да, я согласен с коллегами, конечно, лишат. Здесь вопрос совершенно очевидный. А государственная власть, выполняя волю народа Российской Федерации, должна чистить политические институты от тех слабых, уязвимых мест, которые могут воспользоваться спецслужбой иностранных, враждебных России государств, для дестабилизации политической ситуации в России. В России нет нормальной политики, потому что Россия находится в состоянии войны. Против России существует гибридная политическая война. Поэтому такие люди, как Валерий Рашхин, они выглядят немножко, как зомби, что ли, то есть они являются, как, знаете, фильмы «Чужие» и так далее, когда внешне, так сказать, вроде бы, на же российские политики, а внутри там через него действуют уже другие институции. Поэтому администрация президента обязана закрывать такие слабые и узкие места, что, в общем-то, она и делает. Подождите, а он сотрудничал со спецслужбами иностранных государств, Рашкин? Ну, разумеется. Разумеется. Я вообще-то об этом даже и первый раз слышу от вас. Как это разумеется? С какими спецслужбами он сотрудничал? Вы можете их назвать? Не напрямую. Конечно. Конечно. Это центральное разведное направление США. Это британская разведка. Именно эти организации видят полицей Навального и его структуры. Нет, подождите. А Рашкин-то... Нет, подождите, секундочку. Вы можете сейчас еще какие-то назвать. Их много существует в мире. А почему Рашкин-то? У него обвинения какие-то ему предъявлены. У вас какая-то информация, что Рашкин сотрудничает с этими разведками, с этими спец... Рашкин сотрудничал со сторонниками Навального. Сотрудник... Понятно. Алисей Навальный не может управляться своими сторонниками. Ну, понятно. И управлять другие структуры. Вам же хорошо известно, что Алексей Навальный управляется политически, полностью государственными структурами США, Великобритании, ну, прежде всего. Ну, то есть все... Я поняла, сторонники Навального, люди, которые как Рашкин поддерживают Навального, они можно... Вы про них говорите. Они сотрудничают с ЦРУ, сотрудничают прям напрямую. Так вы же так и говорите, что все-таки не напрямую. Абсолютно все сотрудники Навального выполняют установки, которые формируются иностранными структурами. Но он не сотрудник Навального. Сергей, еще один вопрос уточняющий, все-таки потому, что вы сказали, а он, наверное, не по теме, но это любопытную вещь. Вы сказали, что в России нет нормальной политики, потому что она находится в состоянии гибридной войны. Был ли в истории России период, чуть-чуть отступлю от нашей темы, когда у нее была нормальная политика, и она не находилась в состоянии гибридной войны со всем миром? Такое было? Конечно. Когда? У России был период нормальной политики, начиная с 1991 года, и где-то до 1998, когда наступил острый кризисный период, который продолжался до 2001 года, и его вывел Путин из этого кризисного периода. Потом период нормальной политики, это не по внешней причине, это не была гибридная война против России, но внутренний, очень грязный период был. В 1993 году тоже был элемент гражданской войны. И при Путине тоже, после того, как он установил более-менее нормальную власть, до 2013 года тоже был период нормальной политики, а он закончился где-то в середине 2013 года. Не с Украины все это началось, а вообще госпереворот в Украине является частью... Ну, конечно, нет, это все с 2014 года, мне понятно. То есть до 2013 года, все, периодизация совершенно ясна. Что вы считаете нормальным периодом в российской истории? Просто было интересно. И Дмитрия Морозова, я спрошу, ну вы уже начали, Дмитрий, говорить на эту тему по поводу лишения иммунитета, но все-таки еще раз обозначьте свою позицию. Вы считаете, что ему не быть уже депутатом больше после этого голосования? Я, честно говоря, не очень хотел вдаваться в какую-то конспирологию, да, и какие-то заговоры. Но мне кажется, вот чисто мое субъективное мнение, то, как я представляю себе вот эти вот коридорные, как бы, сценарии. И в этом смысле мне видится это так, что перед Рашкиным будет стоять выбор. Либо пойти по пути как бы взаимодействия с властью и органами, да. То есть фактически как оппозиционный политик себя вычеркнуть, но оставлять какие-то вот депутатские возможности за собой, и это дело будет, соответственно, закончено максимально выгодным для него образом. То есть да, на нем будет клеймо как бы убийцы Лося в этом смысле, и на нем будут все соответствующие как бы санкции, которые предусматривает закон, но именно как на человеке. Как политика его это не тронет. Либо второй вариант. Он отказывается работать со следствием, в плане работать с властью. И в этом смысле тогда как бы, да, я думаю, его лишат и депутатские неприкосновенности, и депутатского мандата, соответственно. Мне кажется, ради всего этого и происходила та пиар-компания вот этого процесса, которая была на всю страну. Из каждого угла, из каждого телеканала, из радио, в интернете, везде, где только могли, единороссы донесли эту мысль, что этот факт, да, что Рашкин убил Лося. Везде. Это можно было заметить и услышать. Поэтому это все не просто так, а ради того, чтобы вот максимально нанести удар по важному для оппозиции политику в этом смысле. Поэтому тут зависит от Рашкина, его решение. Но, к сожалению, у режима теперь есть возможность в том числе и его, как политика, нейтрализовать. Ну, хорошо, что вы об этом заговорили, потому что у нас есть сюжет как раз на эту тему, как реагировало федеральное телевидение на историю вот эту вот в Саратовской области, в этом лесу, лесную историю. Рашкина. Рашкина. Валерий Рашкин. Он же Чебур Рашкин. После митингов за непризнание выборов в Госдуму главной новостью для федеральных каналов стало задержание в лесу депутата от КПРФ Валерия Рашкина с тушей Лося. За несколько дней до этого Рашкин звал москвичей на митинг в центре Москвы, где требовал отмены результатов электронного голосования. Мы приняли решение, что будем выходить на улицу, проводить встречи с депутатами Государственной Думы до тех пор, пока эта грязь, пока эта фальсификация в Москве по выборам не будет устранена. Глава КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Рашкин сотрудничает со следствием и не прикрывается депутатским мандатом. Но на федеральных каналах депутата чуть ли не в открытую называли лжецом. Рашкин – яркая фигура в рядах КПРФ. Прославился ложной ученой степенью доктора экономики и ложным званием мастера спорта СССР по альпинизму. В наши дни у Рашкина активная антипрививочная позиция. Проблема для коммунистов. По словам Владимира Жириновского, лидера фракции ЛДПР, Рашкину просто не повезло. Если бы настрой политика был менее оппозиционным, его бы, скорее всего, простили. Ему не везет Рашкину. Он человек, которому нужна война, борьба, революция. Рашкина я предупреждал, что он кончит плохо, потому что он настроен жестко. Ему плевать на законы, он прет как слон. И также у нас есть опрос наших прохожих, московских. Мы спрашивали их по-человечески. Вам жалко Валерия Рашкина? И давайте послушаем ответ. Мне самой интересно. Жалко ли вам депутата Рашкина? Нет. Почему? Я не люблю коммунистов. Я вообще, по-моему, плохой человек. Я даже не знаю, кто это такой. Жалко. Конечно, подставили без вопросов. После того, как человек начал выступать против этой России любимой, и вдруг это дело. Конечно, ждали, конечно, подставили. Даже вопросов нет. Рашкина, которого из-за этого, что ли, то, что он власял, ну, нет, не жалко. Почему? Потому что у меня вообще нет депутатов, не жалко. Их вообще всех сажать надо. Я ничего про него не знаю. Очень. Почему? Потому что он порядочный человек, и его подставили. Это стопроцентно видно по всему процессу происходящего. Он настоящий честный человек, которого использовали, потому что он неудобный. Если честно, нет. Почему? Ну, потому что я как-то лосей видел. У меня дорогу перебегали вот здесь, в Ступинском районе. Я считаю, он неправ. Ну, немножечко. Человек-то неплохой и авторитетом пользовался. Ну, так попал на ровном месте. Оплошал, выпил, охота. Ну, отдохнуть хочется человеку. Вот он и отдохнул. Нет, я не жалею никаких депутатов в Думе. Вы знаете, если бы он честно ответил с самого начала, еще можно было понять ситуацию, даже политическую. Но так, как он сначала вот так вот вел себя, даже не по-мужски, поэтому нет. Ну, вы видите, что инкриминирует уже Валерию Рашкину, наши прохожие, еще и то, что происходило потом. То, как он ну, выкручивался, что ли. Наверное, это не очень людям, конечно, понравилось. Не, наверное, а конечно. Вы увидите сейчас цифры нашего опроса в Твиттере. Мы также их спрашивали людей, жалко ли вам депутата Рашкина. И вы видите ответы нет. Сам виноват 69%. Да, его подставили 21%. Не знаю, что случилось 10%. Сам виноват 69% в Твиттере. Вы знаете, что аудитория в Твиттере все-таки более, может быть, оппозиционно благожелательна, но, тем не менее, прощения ему нет. И тут опять включается момент, жалко лося, жалко животное. Но каждый раз буду говорить, что нам с вами жалко, но это разрешено. И это уже проблема власти и экологов запрещать эту охоту или разрешать, наверное, если жалко, так уж всем провести опросы и запрещать, как вот Сергей Марков тоже считает, что надо запрещать. Но пока не запрещено. Давайте не будем инкриминировать лишнего человеку. Не запрещено охотиться на лосей, на лосей и есть такое право у охотников. К нашему с вами, наверное, сожалению. И теперь, после того, что это случится, скорее всего, это произойдет, этот колоссальный репутационный ущерб нанесен будет Валерию Рашкину, отразится ли все это на имидже собственной коммунистической партии Российской Федерации. Об этом я сейчас спрошу гостей. Аббас, вам слово, как вы видите перспективы ее выруливания из этой истории? Нет, принципиально на позициях Компартии это не скажется. Компартия сейчас находится на подъеме. Понимаете, вот я сейчас как политехнолог вам говорю, когда ты оцениваешь степень влияния каких-то событий на репутацию института или политика, то в первую очередь надо анализировать, находится ли он на взлете или он на падении, так сказать. Потому что когда кто-то растет, он обычно становится чуть-чуть тефлоновым, то есть к нему негатив не прилипает. Компартия очевидно находится на подъеме, даже при том, что Кремль украл у КПРФ большое количество голосов, коммунисты тем не менее сумели набрать на последних выборах вместо 12%, которые они получили в 2016 году, они получили 19%. В реальности я думаю они получили не меньше 25%. Но даже если это вывести за скобки, то все равно рост с 12% до 16% на фоне падения рейтинга власти, Единой России и так далее, конечно, это колоссальный рост. В этой ситуации негатив просто не прилипает. Ну охота подумаешь с точки зрения, при том, что лично я с господином Марковым абсолютно согласен, убивать это плохо ради забавы, плохая забава, но тем не менее, если вывести это за скобки, наше общество вообще не настолько гуманистическое, все равно будет понимание, что да, совершил небольшой грех, в конце концов не бюджет обворовал, не украл вот эти миллиарды, которые крадут единороссы, убил влася плохо, но терпимо. И все равно будет доминировать политический контекст, как ваш зритель сказал только что, как только он начал критиковать власть, как только вывел людей на улицы, тут же за него взялись. Вот это восприятие будет доминировать. Вообще в таких ситуациях всегда люди склоняются, ну там, как бы в таких неоднозначных ситуациях, люди обычно склонны придерживаться той изначально взятой точки зрения, которой они придерживались. Те, кто голосовал за КПРФ будут придерживаться точки зрения, что КПРФ молодец. Те, кто, так сказать, поддерживали власть, они будут придерживаться точки зрения, ну они любой факт будут интерпретировать против оппозиции, в том числе и против Рашкина, да. То есть каждый останется при своем. Но поскольку КПРФ находится на подъеме, да, и власть вообще находится на спаде, ну в этой ситуации все-таки коммунисты, ну их позиции выглядят более уверенно. Спасибо, Абаз, и спасибо вам за это заключение. И Сергей Марков также спрашивал, как вот он прогнозирует, отразится ли в целом на имидже Компартии история с конкретным депутатом Рашкиным. Вы знаете, по предпочтениям, я думаю, сильного большого изменения не будет. Значит, здесь противоречивый факт. С одной стороны, людям нравится, особенно оппозиционная часть электората, которая голосует за КПР, за другие партии, им нравится резкая критика власти, которой как раз занимался Валерий Рашкин. Поэтому им уход критика такого жесткого не нравится. Но, с другой стороны, ясно, что Рашкин провалился сам. Ясно, что он убил этого бедного лося, это людям не нравится. Значит, ясно, что... Я, кстати, не лося сказал, а лося. Вот. А я тоже сказала вот множественное число неправильно вот только что. Так что мы... Это нормально. Я думаю, что мы с вами говорим все правильно, просто в следующих словарях будет и та, и другая вариант. Мы с вами принадлежим главному творцу русского языка, русскому народу. Значит, и вот он убил, так сказать, бедное животное. Это людям очень не нравится, конечно. Но плюс есть информации, их будет довольно много, что он сотрудничал с Навальными, а через него со спецслужбами США и Великобритании это людям категорически не нравится. В какой-то мере это, так сказать, понятно, что ректора в компарте это тоже не приветствует. Да вообще, вот вы зря... Вот, Сергей, правда, я думаю, что вы ошибаетесь. Почему? Потому что всем, кому хоть как-то интересен Рашкин, вот в вашем сообществе социальных сетей, им как раз нравится в нем то, что он поддерживал Навального. Наоборот, это нравится. Это вы там, называете, это сотрудничал со спецслужбами США, потому что он поддерживает Навального. Людям это в нем нравится, этим он интересен, поэтому эта вся история это и обсуждается, только потому, что есть люди, которые в нем одобряют, вот коммунист, а поддерживают Навального, при том, что Зюганов его не поддерживает. И вот он прет против своей компартии, поддерживая Навального. Это к нему симпатии вызывает, а не наоборот. Конечно, это вызывает симпатии, в числе слушателей Эхо Москвы, которые согласны, которые нравится ЦРУ США, и поддерживают, конечно, симпатии в отношении Соронникова Алексея Навального, который, собственно, во многом совпадает, я думаю, с аудиторией Радио Свобода. И те люди, которые уже решили, что это хорошо, им это нравится. Но это маленькая секта, поймите, людей, которые считают... Так нет, послушайте, я же сейчас с вами, я совершенно не об этом с вами. Так он больше никого, кого он еще интересует-то? Вот вы говорите, маленькая секта. А вот кого интересует история с Рашкиным? Ровно тех, кого интересует его позиция, а остальных он вообще не интересует никак. Не так. Неверно это как раз. Значит, секта, вот такая, узловно говоря, свидетелей Навального, сородников того, что Россия виновата должна каяться, значит, это меньше 10%. Да? Значит, личный рейтинг Навального, я думаю, где-то проценты 4, наверное, где-то вот так вот. Значит, это маленькая очень группа. А КПРФ претендует на значительно большее. Она претендует на то, что она будет главной оппозиционной силой. Поэтому КПРФ это политическая гибель, если она будет затягиваться вот сюда, в эту секту, так сказать, радио свободы и свидетелей Навального. И политические перспективы КПРФ как раз лежат за пределами этой секты. То есть, наоборот, на репутации КПРФ скажется самым положительным образом, если она отделается от Рашкина и сбросит его со своих, эти оковы, сбросит с себя Навальные оковы в лице депутата Рашкина. То есть, это, наоборот, поднимет ее репутацию, вы считаете, среди ее сторонников, так? Да. Вот. Немножко для электората КПРФ это будет положительно. Вот. Там есть любой момент. Если КПРФ должен найти замен какого-то тоже радикального критика, но, условно говоря, не связанного с иностранными спецслужбами косвенно, тогда им удастся. Просто, если КПРФ пойдет по пути отсутствия критики, да, тяп-тяп-тяп, что-нибудь такое, да, то это тоже приведет к ее падению. Рашкин был позитивен, негативен для КПРФ, потому что он был связан с иностранными спецслужбами косвенно, но он был позитивен для КПРФ, поскольку он уходил туда в радикальную критику, это сейчас сострировано. Люди хотят, чтобы партии критиковали власть, но поддерживали Путина и были против американцев и европейцев. Спасибо, Сергей, все очень хорошо, вы внятно объяснили свою позицию, Дмитрий Морозов, вам просто одним словом, простите, что я вас уже ограничу во времени, потеряет репутационно КПРФ от того, что от этого скандала с Рашкиным, от того, что он перестанет быть депутатом или наоборот приобретет, как вот нам Сергей Марков говорит? В зависимости от того, что дело сделает сам Рашкин и что он скажет или более, потому что Рашкин в нем видит именно надежду на КПРФ, то, что КПРФ изменится, перестанет быть левой ногой Кремля и станет действительно оппозиционной партией и высказывание Рашкина в поддержку Навального, допустим, или его, то, что он мобилизовывал людей чуть ли не на согласованные акции после выборов, это важная важные факты о Рашкине, которые и приковывают к нему симпатии, а значит и делают его надежду и КПРФ на перемены в лице людей. Если Рашкин перестанет быть игроком внутри КПРФ, то, к сожалению, Компартия многое потеряет, а именно веру людей в то, что это действительно оппозиционное движение, как мне кажется. Ну, не так категорично, конечно, но в общем и целом. Спасибо. Спасибо вам, Дмитрий Морозов. Спасибо, уважаемые гости. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова